новый автомобиль и новые проблемы почему проблемы потому что только приехал этот немецкий автопром к нам мы его уже затаскивали в гараж сейчас вот пока открывает новый бампер bmw 520 или 525 я не знаю очень плохо работает сейчас ставлю фрагмент я с ним снял о том как она работает вот так вот она работает перед въездом мы еще мы первый раз только за завели ее в гараж даже еще не можем заехать пыхнула под капотом как не сгоревшим топливом вонять стала воняет топливом везде и вот она так работает с гаража невозможно будет уехать нам пришлось в общем заталкивать мы затолкнули и и будем проводить с ней работ вова уже сказал что он хочет себе бмв потому что здесь очень легко снимается бампер да о следующая будет бмв на самом деле так оно и есть здесь вот такие вот мощнейшие направляйки и на бампере собственно ответка он просто вот так вот в эти направляйки закрывается и вот тут двумя болтами ой двумя гайками все больше ничего не нужно действительно просто удобно мы в общем на данный момент пока сбросили бампер дальше покажу что по ней нужно делать бампера решили оценить там что да как видим что он в принципе то и неплохой единственное что на нем много всякого навешанного мы сейчас это тайванский открываем посмотрим что там внутри есть и будем думать думать и гадать металлическая херня идет вместе с или он отдельно покупал а и думаешь это иван дает но этот пластик вообще не гибкий вообще не гибкий он как корпус однако от нас мясорубки какой-то реально а перевернем его пузом вверх 21 число не это может быть лейба самого правитель получать короче все пересыпать надо это пипец ты бы знали сколько здесь отверстий всего в каждом отверстии что-то должно быть накинули новый бампер вот так вот это все смотрится отказ о покупке данного вида производителя уже поступил ровно в тот момент когда он начал пересыпать 1 1 бампер на другой вот это все начинка вроде бы все становится все неплохо но единственное что вроде бы как у них проблемы есть вот с этой нижней губой попросили нас вот это усиление которое вот так вот по колхозному установлена при помощи вот этих заклепок алюминиевых также поставить на новый бампер мы будем ставить а что делать поснимали крылья закрыли ими традиционное все очень плохо куча земли и куча ржавчины вот в этом месте еще мы увидели что есть сварочный шов то есть она еще и ремонтировалась переваривалась ну и логично что он огниет впереди точно так же все же ржавеет еще пока не решили с собственником автомобиля будем ли мы это делать ну я думаю что когда он фотографию видит ответ будет однозначным глупо это не делать потому что если мы сделаем за крылом то вот эта картина хорошо сделано она снизу тоже как бы вот такая с крыла все перейдет опять сюда то есть ржавчина умеет соприкосновение металлов переходить с одного с одного металла на другой с одной детали на другую и смысла в этой работе нет надо если делать то делать уже и крыло и вот эту часть так ну что ж давайте расскажу что тут вообще делать надо значит вот мы сняли молдинг вот такая вот хератень у нас происходит это надо устранить пороги обои с той стороны похуже с этой получше ну не сильно ну делать надо ну делать надо по низу дверей есть вот такие вот моменты видите да мы их до вот этого молдинга будем исправлять не будем красить в некоторых на некоторых дверях выше чем молдинг вернее не молдинг а бортик с крыльями я вас уже познакомил вот с этой дверью я познакомлю тут вроде с первого взгляда все в порядке есть только такой вот мелкий скол ничего страшного можно кисточкой подмазать но все так радужно не знаю увидите ли вы или нет вот эта трещинка это трещинка трещинка в шпакле так вот был варен кусок и скорее всего на сварочном шве уже лопнуло шпакло если это не устранить к сожалению будет гнить поэтому эту дверь мы будем до молдинга реально вот прям до пластикового красить за крылом тут видите это же горел похуже состояние ну собственно новый бамбер надо покрасить и есть еще один момент неприятный тоже не знаю видно хорошо видно видите отличие между задней и передней дверью такое же отличие у нас с той стороны крылья такие же этот момент нужно устранить мы его будем устранять полировкой погнали начинаем с традиционного сдирания ржавчины и осмотра что там у нас под ржавчину значит убрал ржавчину сначала грубым таким вот абразиом вот такой вот щеточкой это снимается краска снимается в общем основная ржавчина и естественно все в кротерах кротерах кротера потом снимается такой микрослой металла он все равно уже сильно поврежден наша задача чтобы металл был такой вот блестящий и красивый но тут мы с этим справились тут также с этим справились проблема в дверях вот я начал вернее уже эту дверь закончил тут небольшой кусок такое повреждение от сих до сих но тут к сожалению убрать все уже полностью не получится поскольку в предыдущем ремонте к сожалению для владельца автомобиля скорее всего преследовалась цель а более красоты чем надежности связи с этим наложили на вот этот вот вот эту часть двери которая реально подвержена коррозии наложились много шпаклевки естественно мы знаем что шпаклевка это отличная среда для развития ржавчины что и случилось низ двери был просто чуть-чуть по пузырей по пузырен и чуть-чуть еще даже вот такого не было вот вот это уже если наружу полезла то уж извините тут еще наружу ничего не полезло но мы видим что здесь все съелось и и к сожалению это привело вот именно предыдущий ремонт который был в общем зашпаклеван была зашпаклевана часть этой двери здесь посмотрим ну я прекрасно понимаю что раза в три хуже будет чем вот здесь так граждане на вот попрошу обратить внимание на состояние двери где была явно выраженная ржавчина но на которой не было шпаклевки вы видите насколько разница есть конечно некоторых местах кратера уже но сравните вот это с вот этим здесь даже не пришлось снимать ни грамма металла и все в принципе неплохо так что решайте сами что для вас важнее красота или качество так зачистил я ржавчину которая была тут за крылом у водителя к сожалению металл сильно поврежден и там что-то выдумывать кроме как убрать ржавчину больше нет смысла и решил я ну как видите вот порог у нас в равитексе все как положено и вот я вижу вот такую картину дам ржавчина решил я всколупнуть это все дело и вот как вы можете наблюдать аналогично с процедурой которую я выше указал нашу шпаклевка не является хорошей вообще затеей когда мы кладем ее на ответственные такие места гравитекс про гравитекс я вам уже давным-давно говорю что я противники вот такой сумасшедший что просто ужас и вот мы можем спокойненько видеть что гравитекс без проблем удерживает влагу удерживает все и вот такой картине при приводит вот что с этим делать вот в том не скажет вот эти все коржи которые еще снято щеткой уже чтобы вы понимали вот не снято вот я снял щеткой вот что мне с этим делать на каждый квадратные 10 сантиметров чтобы привести их ну хотя бы вот вот видите вот в такое вот состояние приходится тратить ну при порядка там 20 минут раком валявшись и стачивая все инструменты все насадки на болгарку которые у есть вот нахрен нужен этот гравитекс еще раз скажите конечно придется сейчас обдирать слава богу с той стороны такого нет но водительскую сторону придется вниз весь обдирать ну и порог был уже вареный вот сварочный шов вот он красавец это не заводской металл я не знаю что еще вот на вот этом стыке ждет он тоже такой коржовый этот корж ну и шпаклевка видите сколько шпаклевки на хрена она тут нужно в общем все это надо теперь обдирать не знаю передает ли камера но чтобы понимали ничего не крашу этот весь туман это ржавчина с порога это печаль печаль беда без маски вообще нереально тут что делать очень много горжавчины на пороге так вот максимально что получилось вычистить всеми возможными щетками болгарками все что только можно был бы пескоструй за пескострую либо чтобы из кратеров все повыходило но к сожалению такой возможности нет это надо гнать машину на пескоструй и как они там будут лазить у них же там у них там должно быть не не маленькое расстояние то есть машину чуть ли не на бок вы надо будет бросать чтобы они там могли нормально обработать вот эти маленькие пистолеты которые типа гаражные пескоструй на это все до одного места вот крылом начал уже заниматься тут конечно пескоструй может быть и возьмет вот я щеткой прошел но все так отпадает достаточно легко и вот такие вот скрытые места можно пескоструем аккуратненько попробовать помадохаться да по вычищать короче пескострую я тут крыло пескострую закончился песок а у нас вон есть будка такая где посыпающий песок в общем насыпают перед зимой и мы посыпаем дороги вот он проводится до сих пор эксперименты с вот этими вот моими образцами я каждый раз как прихожу работать в гараж я их вот так в воде замачивание тут киснут 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 и пока просеивал я этот песок я обнаружил что это вовсе не песок это смесь дорожная специально вот это все соль это все вот этот вот материал реальный которым посыпают дороги попробовал на язык действительно соль поэтому сейчас я это развожу водичкой и поливаю собственно опять эти образцы это будет уже интересно чистка крыльев происходит таким образом тут вот было два две трещинки думал гниль нет все в порядке много шпакла просто шпакло треснул перри шпаклюем мы покрасим вот так с наружной стороны вроде бы все хорошо ржавчина ушла картеров минимальное количество без проблем что касаемо внутренней части крыла теперь она выглядит вот так то есть песочком максимально все что можно очистилась картера есть картера сквозные отверстия даже есть в некоторых моментах уже попытка заварить их было но понятное дело все гнило арочку полностью прошелся коль уж так дело пошло ну и тут все вычистилась такая красота вот так вот сейчас второе крыло аналогично подготовка это уже рем вставка было я уже по-моему говорил я ценю конечно работу маляра который и сварщика которые делали ой музыкальный приехал блин который прогрунтовал крыло все в порядке классно сделано но есть один существенный недостаток это все-таки грунтовка грунтовка не сильно держит всю эту шла буду надо красить именно акрилом каким-нибудь хотя бы даже лаком неважно чем но что-то должно быть акриловое хочу вам наглядно показать вот на втором крыле как ржавчина хранит в себе воду вот видите вот эти вот капельки ржавые они такие как шарики как как от сварки окалина вот это ржавчина пытается выдавить сейчас но из-за того что тепло почему весной у нас все и вылазит в машинах вот ржавчина пытается выдавить воду на данный момент а смотрите сейчас его протру эти и и мокренькая где еще можно такое стрина вот на вот видите капелька воды убираем вот так вот так что если вдруг вы видите пузырик какой-то у вас образовался на лакокрасочном покрытии мой совет всегда его всковырнуть пускай будет открытый металл пускай он дышит пускай покроется тонким слоем ржавчины благородные ржавчины но не превратится в дальнейшем это в гниль что касаемо этого крыла на данный момент я буду делать только вот эту часть эту не буду касаться по одной простой причине видите трещину сейчас вот она красивая такая фокус вот она это вот такой вот шмат шпакла уже отвалился ну тут по сути крылу торм реальная торба я сейчас кое-как нет не кое-как нормально сделаю чтобы походила нижняя часть крыла а это уже не знаю нет смысла сюда касаться к тому же ценник на данные работы достаточно высок будет уже вот так вот и будем с этим крылом поступать так берем цинк поднимаем его с дна он все-таки слеживается я открыл ну он не расслоился полностью но штрикнувшись туда отверткой я уперся и масса была неоднородная поэтому сейчас размешиваю цинку и начинаем цинковать все это дело вот таким вот цинком развел 60 грамм цинка надеюсь мне этого хватит сразу настаиваться поставил эпоксидный грунт на воловский материалом с эпоксидным основанием нужно некоторое время постоять активироваться минут 15 может быть и потом наносить поэтому пока я буду это наносить это нас так нанесен цинк на порог полностью там внизу вот так дадим ему подсохнуть тут аналогично арочку полностью это все от пескоструйное в два слоя цинк положил на всякий случай тут тоже вот такая цинковая красота что касаемо нанесения да наносится очень хорошо все вас вопросов нет сварочный шов как видите выделился хорошо обволакивает все неровности вот лишь тестовые пластины которые мокнут и уже по предварительным увидеть все в соли уже накидал соль вовнутри вообще вот сверху соль все это откисает значит а хотя чё буду рассказывать все потом увидите эксперимент полностью вот и готово все к покраске у нас уже все обклеена обгрунтована актер то так расположено будет тесновато конечно машина огромная но ничего хочется все за один подход сделать поэтому крыло настолько вот там внизу второе крыло вот вниз с той стороны она не будет мешать мешает только немножечко бампер низы готовы и с этой стороны тоже низы дверей готова что встретимся после показки 12 ночи я закончил кстати очень неплохо красить все-таки ночью ветра нет мошкара конечно на свет летит есть проблема но все же красотой этой можно и похвастаться сейчас только тише сделаю дал время усесться пыли утром в общем все это обклеил уехал часа в три дня и вернулся в 7 8 вечера и начал красить пыли практически нет такая красота бампер получился вот такая красота двери получились не знаю даже с какого ракурса посмотрите на шагреньку это просто великолепно за крылом тут хорошо получилось хорошо получилось крыло низ вот так вот сейчас где тут свет посмотрите какая красота в общем работая доволен прям прям редко когда бывает когда я доволен работой вот реально у маляра у нормального должна быть самокритика я всегда критикую самым худшим образом свою работу мне никогда не нравится никогда один раз из из 15 я могу сказать что да выдохнуть так сказать да я доволен вот это как раз тот случай когда я доволен все оставляем до завтра высыхает завтра у нас сборка и послезавтра начинаем полировать полностью всю машину я купил тут а и завтра покажу уже все когда полировать буду новое средство для полировки будем осваивать это искусство что вам скажут добр 공 мы начнем Продолжение следует...